Доктор и кандидат наук Доктор и кандидат наук Доктор и кандидат наук В блоке разные обсуждался вопрос о премировании сотрудников Мы предлагаем премировать первую тысячу преподавателей Вернее научно-педагогических работников естественно-научного блока И первую тысячу социогуманитарного Туда входят практически все штатные наши работники По словам ректора Ильшата Гафурова КФУ найдет возможность выплатить премии сотрудникам Однако изменится регламент выдачи Напомню из чего складывается рейтинг Самые большие удельные веса это публикации Причем 35% это новые публикации То есть которые были сделаны за первые полугодия А 35% это общее количество публикаций Ну и соответственно научный вес нашего сотрудника Индекс Хирша То есть как вы помните Вебов Сайенс и Скопус мы берем в зависимости от блока Вебов Сайенс это естественно-научный социогуманитарный скопус Это 20% Но и дальнейшие это уже не такие большие значения Участие в международных конференциях Выступления в СМИ И поддержание актуальных аккаунтов в Оркиде Researcher ID, Author ID И английский язык И также участие в работе диссерционных советов Хорошие новости на этом не заканчиваются Ильшат Гафуров объявил о том Что Казанский федеральный университет Был выбран площадкой для проведения Международного конгресса лингвистов в 2023 году Должен сказать, что данное мероприятие Проводится в мире с 1928 года И впервые будет проходить в Российской Федерации На нашей площадке И нам вместе с Институтом языкознания Российской академии наук Значит, дано такое доверие Татарстан получил право проведения Международного конгресса По итогам заявочной кампании Проведенной Институтом филологии Межкультурной коммуникации КФУ Совместно с Институтами языкознания РАН И при участии Конвенцием бюро Республики Татарстан Лилия Талипова, Фаридзахит Аглы, Универньюс Межкультурной коммуникации КФУ Межкультурной коммуникации КФУ Межкультурной коммуникации КФУ Межкультурной коммуникации КФУ Межкультурной коммуникации КФУ